Солнышко спряталось. Про солнышко новая сказка. Жили-были братья Пузини, два добрых пёсика. Их дом стоял на краю леса. Другой стороной домик выходил в яблоневый сад, и пёсики сторожили его. Если в сад лезли воры, то братья Пузини их пугали и прогоняли. Но пёсиков всегда можно было попросить дать пару яблочек. Тогда они охотно угощали и давали яблочки сладкие-сладкие. Однажды летом наступила жара. Листики на деревьях завяли, а на небе не было ни тучки, ни облачка. Братья Пузини лежали в саду в тени под яблонями и вздыхали. То один вздохнёт «Ой!» То другой «Ой!» Хотели даже поплакать, но слёзы от жары сразу высыхали. Тогда один брат сказал «Это всё солнышко виновата. Светит и светит, хоть бы и не появлялось больше». И второй брат сказал «Не хотим больше солнышка». И вот день прошёл, наступил вечер, солнышко спряталось. Потом была ночь, и братья Пузини уснули. А когда проснулись утром, то увидели, что за окном темно и холодно. «Ой!» Вместе закричали братья-пёсики. Они подумали, что солнышко, наверное, устало, поэтому не может больше подняться на небо. Тогда братья решили накормить его разными вкусностями. А где их купить? Конечно же, в супермаркете! И вот братья Пузини едут в лимузине за шоколадом и мармеладом. Накупили много всего и поехали дальше, на край земли, где солнышко обычно ночевало. И пока ехали, то один пёсик ел шоколад и мармелад, то другой. И так от вкусностей почти ничего не осталось. «О-о-о-о!» Закричали пёсики. «Чем же мы угостим теперь солнышко?» И вот они приехали на самый край земли. Там было очень светло, потому что на скамейке перед своим домом сидело солнышко. Оно было круглым и светлым. А ножки у него были тоненькие, потому что солнышко ходить не любило, а всё летало. А летать можно и с такими тоненькими ножками, лишь бы с них ботинки не падали. Братья Пузини вышли из машины и сказали солнышку. «Привет! Мы привезли тебе подарки, чтобы ты подкрепилась и снова залезла на небо. Вокруг так темно и страшно, что мы к тебе еле добрались!» А солнышко им ответило. «Не нужны мне ваши подарки. Я слышала, как вы сказали, что это я в жаре виновата!» Пёсики быстро доели оставшийся шоколад и сказали. «Солнышко, без тебя наш яблоневый сад не будет расти. Ведь это яблочки не поспеют. Появись на небе, а мы тебя покатаем на лимузине!» Подумала солнышко, посмотрела на чудо-машину лимузин и согласилась. «Давайте, только быстро не везите, а то меня укачает!» «И вот братья Пузини едут в лимузине, а с ними солнце светит в оконце!» Накаталось, накаталось солнышко, потом говорит. «Остановите, я выйду!» «Вышло и взлетело прямо в небо, а вокруг снова стало светло и тепло!» «А братья Пузини вернулись в свой домик и старались больше солнышко не обижать!» Здесь и сказки конец, а кто слушал – молодец!